Какие формы сахарного диабета бывают? Какие продукты способствуют повышению сахара в крови? Если не хотите, чтобы организм страдал от высокого сахара в крови, то правильно питайтесь. А что есть нельзя, узнаете, если досмотрите видео до конца. Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». Сахарный диабет – хроническое заболевание эндокринной системы, при котором в крови повышается уровень сахара. Это приводит к тяжелым последствиям. Количество больных с сахарным диабетом в мире постоянно увеличивается. Болезнь становится одной из проблем здравоохранения современности. Какой диабет бывает? Существует два основных типа диабета. Диабет первого типа, при котором происходит понижение выработки инсулина поджелудочной железой, что приводит к нарушениям углеводного обмена. Это инсулинозависимый сахарный диабет. Диабет второго типа – это инсулино-независимый диабет, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину, то есть гормона достаточно, а ткани его не воспринимают, поэтому количество сахара в крови увеличивается. Сахарный диабет первого типа чаще возникает у молодых людей, даже у детей, а второго типа в основном у тех, кому за 30. Чем опасен сахарный диабет? Заболевание приводит к следующим изменениям. Снижению иммунитета и частым бактериальным воспалением и вирусным инфекциям. Нарушению кровоснабжения, склонности к тромбообразованию, развитию атеросклероза. Возникает почечная недостаточность, ухудшение зрения. Выраженные нарушения в нижних конечностях вплоть до гангрены. Повлиять на возникновение сахарного диабета первого типа не всегда возможно, а вот приостановить развитие диабета второго типа вполне реально. Надо свести до минимума или совсем отказаться от некоторых продуктов, способствующих повышению уровня сахара в крови, гипергликемии. И это не только сам сахар. Какие продукты могут провоцировать гипергликемию? Это те продукты, которые содержат в себе сахар в замаскированном виде. Молочные продукты с минимальным содержанием жира. Конечно, жирность у них снижена, но для улучшения вкуса добавлен сахар. Поэтому не стоит использовать обезжиренные продукты. Польза от их применения очень проблематична. Готовые соусы, которые придают остроту блюдам, но на самом деле в них содержатся сахара, которые повышают уровень глюкозы крови, а человек этого не замечает. Покупной соус барбекю просто лидер по содержанию сахара, а употреблять его стало просто модным, поэтому сделайте соус сами, если есть желание приправить им пищу. Все продукты быстрого приготовления в основном состоят из легкоусваиваемых углеводов, которые быстро в организме превращаются в сахар и повышают концентрацию глюкозы крови. Это каши пятиминутки, картофельные сухие пюре и лапша. Готовые варенья и компоты содержат высокий уровень сахара, который является отличным консервантом, но очень плохим помощником крепкого здоровья. Быстрые завтраки, состоящие из высушенных хлопьев, различных злаков и сухофруктов, но для вкуса во все эти вроде бы полезные продукты добавлен сахар. Протеиновые батончики, вроде бы полезные добавки для повышения энергии, однако содержание в них сахара зашкаливает. Спортивное питание, энергетические напитки, их действие основано на высокой концентрации сахара. Готовые смузи также содержат сахарный сироп, поэтому лучше приготовить напиток самому. Также фруктовые соки в пакетах и бутылках, которые восстановлены из порошка и, конечно же, содержат сахар, без него не имели бы вкуса. Картофель фри имеет высокий гликемический индекс. Упакованные сладости, даже, казалось бы, полезные батончики-мюсли, просто напичканы сахаром. Выпечка из муки высшего сорта, макароны, белый хлеб относится к продуктам с очень высоким гликемическим индексом, то есть активным поставщикам глюкозы организму. Чипсы содержат высокую концентрацию не только легко усваиваемых углеводов, но и различных химических ингредиентов, натурального в них ничего нет. Вместе с хрустящими кусочками можно приобрести не только сахарный диабет, но и целый букет заболеваний. Безалкогольные напитки, практически любые, особенно газированные, приводят к повышению уровня сахара в крови, диабету, ожирению, метаболическому синдрому. Если вы прислушаетесь к нашим советам и рекомендациям, то возможности заболеть сахарным диабетом у вас будет гораздо меньше, а прожить долгую активную жизнь без траты денег в аптеке гораздо больше.